а теперь ребята у нас все получилось да теперь я хочу вас немножко нацелить на результат для начала я в папке main и крас вы научитесь я просто отмечу мая наверху создать директорию так какой а я был в layout ну здесь не надо создавать директории сейчас но я создам потому что мы можем создавать сколько угодно директорий назову ее просто так секундочку вот она и на и сюда я хотя но просто чтоб вы знали как создавать kotlin файлы класс а я впишу следующее смотрите вот по шагам мы начали с kotlin почему потому что нам надо писать на языке kotlin приложение сразу же начали изучать android studio для вот сейчас мы уже начали первые шаги для того чтобы применять наши знания языка на практике далее далее как вы видите нам то что приложение которое будет нечто делать показывать вы и так их мы их так их научим создавать с вами здесь сложного ничего нету дальше мы будем работать на серверной частью чтобы было смысл такой то что делается в приложении сохранялась на сервере эти приложения всегда были есть будут востребованы таким способом можно написать новый instagram но нам надо немножко для другого далее мы будем работать с api то есть грубо говоря записываться сейчас поясню вот так наверно поставить наоборот блокчейн у нас будет 4 4 нас же никто не ограничивает мы план как я сказал будем править как нам удобно а потом блокчейн да 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 но блокчейн начнем раньше все равно api jesson так вот ребят смотрите когда у нас есть северная часть зря поменял сейчас так вот правильно изучать будем по другому потому что блокчейн тоже скоро начнем начало и у нас будет блокчейн блокчейн мы напишем но его надо писать на сервере когда мы напишем блокчейн серверную часть потом у нас будет api и у нас тогда мы сможем собрать полностью андроид приложения которое будет нечто делать по технологии блокчейн это могут быть абсолютно любые приложения которые могут быть и приносить деньги людям и какие-то подсчеты делать это может быть все что угодно ребят важно задачу школы я ставлю вот этот процесс изучить а уже обертывать выражать в чем угодно это может быть как я сказал и валюта это может быть социальная сеть это может быть игра это может быть голосование это может быть просто работа какой-то фирмы это может быть все что угодно вот это есть круто я рекомендую ребят и это не пустые слова я бы никогда не взялся за эти тематики если бы я не работал в джанго поэтому моя рекомендация такая сайт spb джанго изучаем при этом не зря написал один маленький момент так недавно вы его уже не найдете он промотает скорее всего а я сейчас вам покажу так где я хотел важную вещь вложить а вот здесь она наверно сейчас как правильно изучать джанго и причем здесь джанго на портале собраны версии от 1.6 1.7 1.8 сейчас двойка ребята никакой дурак я в том числе не буду переписывать допустим уроки по констекст и когда ребята говорят ой там версия 1.6 я говорю изучай зачем открываем портал pro365.net просто чтобы вы понимали допустим джанго да версия 1.6 установите и проделайте почему почему потому что ребят вот здесь самое важное с этих курсов понять контекст хорошо набираем джанго документация ну я сейчас может быстро не найду так так вот контекст версии я не буду сейчас искать до конца просто поясню контекст версии 2 и в 1.6 это одно и то же да могут меняться некоторые вещи но важно почему все проходить вы будете знать что такое контекст как он работает и вам надо всего лишь будет понять есть ли какие-то изменения в джанго 2 и так далее и так далее по версиям потому что когда потом проходите 1.7 что там по другому там могут быть какие-то вещи но все основное допустим мы в 1.8 проходили сейчас мне в документации проще посмотреть мы в 1.8 проходили по моделям кирюсет выборку объектов и что вы думаете в двойке она другая нет в двойке вот двойка та же самая здесь просто может что-то добавится просто люди думают так я вот 2 буду изучать а 1.6 не буду изучать ребята смысл узнать какие вещи есть в джанго самый лучший смысл это пройти все во первых научиться разбираться файл настроек джанго меняется файл настроек все весь центр весь центр джанго то есть основной это выборка объектов базы они все одинаковы да джанго могут где-то перенести библиотеку но когда ты знаешь что то я показывал в уроках в пайчаром вбил она тебе все сделает автоматом как вот здесь мы в этой среде делали так зачем это ребят запомните одну вещь python это палочка-выручалочка python это написание веб-сайтов если б я не изучал джанго джанго все делает за нас и так просто самый простой способ подобраться к серверной части это изучить джанго потому что он все делает за нас и когда вы поработаете джанго по пути то вы уже будете понимать а что делается на сервере вот тогда то нам совершенно легко работать и дальше серверной частью вот здесь в зависимости от приложения возможно будем писать на джанго возможно на котлин возможно вообще на флеск а возможно вообще на другом языке то есть конечно в школе будем изучать на котлин но в зависимости от приложения надо будет выбирать ситуацию я говорю о вас допустим инстаграм серверная часть написана джанго и что на инстаграме весь мир поэтому кто скажет что ой джанго мне не хватит инстаграму хватит вам не хватит так не бывает ребят поняли второй момент котлин язык общего назначения но его фишка это серверная часть он на это заточен и андроид как вы поняли если джанго нам дает возможность действительно делать классные веб сайты и любые другие вещи то котлин и андроид студия нам дает возможность работать под андроид отвечая на вопрос при помощи других библиотек можно перевести приложение андроид и на apple и на все другое то есть на все платформы но андроид это первично потому что это самая распространенная многомиллионная платформа именно она так вот ребята сейчас формулирую мысль пока отключусь чтобы вы меня услышали я спустя много лет рекомендую делать следующее первое ребят первое важные две зацепки первоначальных два языка надо изучать два один с динамической типизации один со статической типизации при этом ребята это архиважно зачем вывод первый готовьте себя программистом котлинг то есть python вам дать дает возможность это палочка выручалочка на нем хорошо делать машинное обучение на нем написать можно практически все что угодно также на python возможно вы будете как я сказал писать серверную часть с нуля это глупо смотрите есть важная вещь тот же джанга они 70 процентов внимания уделяют защите чем хороший блокчейн а он не боится уже он уже защищен то есть там нельзя подделки будем рассматривать блокчейн поймете почему но другие вещи серверной части должны быть защищены поэтому выгодно допустим на джанга сделать мы будем конечно писать на котлинж потому что легко поддерживать и на джанга легко поддерживать но для этого я говорю изучайте два языка пайтон обязательно в данном случае мы изучаем котлин потому что он официально включена в android studio и android студия и android это платформа как я говорил я же вам показывал допустим когда мы открыли мы могли писать в других приложениях но у нас бы не было возможности такой связи когда котлин включен официально в android studio он связан уже и грубо говоря нам не надо замусоривать голову api тоже tagli button постоянно нажатая кнопка да если нажали ну не отжимается пока мы нам не надо на этих api потому что за нас делает среда а в других вот когда я работал с kiwi да с python то мне надо было думать а так tagli button здесь мне надо только перетянуть и я уже средотачиваюсь только на коде это круто это укорачивает путь поэтому я говорил что важен очень подход вот если берем веб да то там джанга понятно это мастер на все руки если брать android платформу то конечно это android студия и kotlin потому что на том же c++ или java это сложновато будет писать и уже есть результаты огромнейшие что приложений становится больше на kotlin людям понравилось он короткий язык вот тут вот тут бы мы на java написали строк 40 не верите? а вот показываю с официального блога google вот код на kotlin а вот тот же код на java ну и что тут говорить вот тут называется занимаемся чистописанием поэтому java конечно ну это ранний язык а kotlin делает все что делает java только мы средотачиваемся на программном коде а геттеры сеттеры ну кто не знает в общем грубо говоря дополнительные вещи все kotlin делает как java но он делает это за кулисами просто это не обязательно человеку делать я все-таки доскажу изучайте два языка почему они легко лягут потому что язык динамической типизации как python и язык со статической типизации как kotlin они настолько разные что перепутать где-то или спутать здесь невозможно kotlin довольно тоже простой язык и два языка лягут вы все равно уделяете время языку так уделяйте его грамотно изучайте два языка тогда и один ляжет и второй отложится а прорастут они чуть позже с практикой вот как вот мы начали в андроид студии писать вот это и есть практика да то есть мы набираем код видим сразу результат и у нас это работает мы применили сейчас функцию то что раньше недавно мы изучали с ребятами допустим вал то есть переменные которые не изменяемые теперь мы это конкретно применили на практике и и тогда легко выучить два языка но уже два языка дают вам намного больше когда вы поймете вот допустим серванная часть уже у вас появляется выбор джейсон джейсон это язык передачи разметки он работает во всех языках поэтому мы его изучим грубо говоря это как тут правильно могу неправильно не цепляйте словам чтобы передать данные допустим которые в базе данных как API это язык читаемый и человеком машину он очень простой даже не язык а вот когда мы приходим в блокчейн ребят вот тут то вы поймете почему надо было изучать два языка потому что блокчейн это не просто там нечто одно блокчейн это технология когда вот будете изучать сейчас ее на этом сайте вы поймете уже глубже но блокчейн мы можем писать на котлин можем писать на солидите да солидите на язык солидности да который изучив котлин а я не зря котлин даю очень подробно как язык со статической типизации тогда абсолютно любой другой язык со статической типизацией будет легко понятен и тот же солидите зная котлин вы легко понимаете сразу на лету и в блокчейн надо много чего применять то есть чтобы собрать приложение лучше знать несколько языков не знаю услышали вы меня или нет но это будет очень правильное решение ребят делайте так как говорю не тупите не надо умничать умничать будете потом научитесь и скажете да это правильно неправильно знания это главное языка динамической типизации ребята мало надо знать язык с статической типизации и и котлин и пайтон вот котлин мы сразу начали применять и пайтон вы будете применять потому что будете делать свои сайты будете писать о чем-то будете делать серверную часть то есть услышали меня услышали на этом я могу единственное поздравить что первый код мы написали это заработало вот оно совмещение теории с практикой то что будете программировать вы убедились спасибо за доверие ну а тех кто начал с этого видео еще маленький фрагмент заходите на сайт нажимаете я сейчас получить доступ доступ здесь пожизненный и начинаете спокойно заниматься никто за вами не гонится ребята очень шустро в группе очень интересные домашние задания делают я вот первое попавшееся нашел красивые домашние задания действительно поняли что вот эти мои слова что ребята учите язык один раз то есть что значит учите не просто там просмотрели урок написано что найдите сами в интернете вот мы изучали тип юнит который выводит нечто одно чтобы ребята поняли найдите он сказал что такое void в java и сравните с юнит и вот они сравнивают то есть в данном случае ситушкин александр и пишет функции то есть действительно и помогают друг другу и пишут домашние задания чтобы понять для себя действительно ребята надо язык учить один раз для этого надо практика все делать домашнее задание сделала пропустил через себя дальше сделали в android studio вот вот вы и программируете спасибо за доверие с вами был валерий бусыновский вот 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 вот